Всем привет, с вами Местели, не забывайте подписываться на канал. Сколько сегодня людей живет в Чернобыльской зоне отчуждения? Сегодня припит центр туризма, в который приезжают путешественники со всего мира. Также его посещают ученые и служащие, обеспечивающие работу АЭС. В самом городе функционирует спецпрачечная, станция дифферизации и авторирование воды, гараж спецтехники и КПП. Проживают в зоне отчуждения и люди, которых называют самоселы. Чаще всего это местные жители, вернувшиеся в свои деревни после эвакуации весной 1986 года. В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в 100 километрах от Киева. Из-за опасности перед радиацией советские власти приняли решение выселить из зоны все местное население. За несколько дней город Припять из 30-ти километровой зоны вокруг него опустела. Гражданам запрещалось брать с собой вещи, одежду и прочие имущества. При этом всем было сообщено, что через три дня они вернутся. Всего из новообразованной зоны отчуждения было выселено более 115 тысяч человек. Уже через год после аварии, несмотря на запреты, в свои дома вернулось более 1200 человек, которых назвали самоселами. В 1991 году правительство Украины приняло закон, запрещающий проживание от зоны отчуждения. Через год Чернобыльская администрация предложила дать самоселам статус временно проживающих. Официально люди ожидают предоставления жилья и переселения в другие районы страны. Кабинет министров Украины согласился, но с условием, что администрация зоны и Иванковского района Киевской области возьмут на себя социальное обеспечение самоселов. К 2001 году население зоны отчуждения составляло 500 жителей, которые поселились в 11 деревнях. Главным источником пропитания для этих людей стали предусадебные хозяйства, сборы грибов и ягод, рыбалка, охота. Администрация зоны ремонтировала дома самоселов, обеспечивает минимальную транспортную связь между поселками и проводит медицинское обслуживание селян. На 2019 год в округе Припяти проживает 135-150 человек. Самоселы живут в 13 деревнях и двух поселках городского типа – Полесском и Вильче. Основная причина сокращения населения – зона высокая смертность. На 2007 год средний возраст самосела составлял 63 года. Чернобыльский экоцентр проводит радиационный мониторинг продуктов питания, выращенных жителями зоны. По данным администрации зоны, отчуждение в подавляющем большинстве самоселов получает допустимые нормы радиации. Ну а сегодня на этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok